всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас будет распаковка вот такая большая коробка пришла сама зона чем заняться на карантине убер драйвер на карантине убер драйвер работать не может он может делать себе заказы всяких прибамбасов для машины сейчас я вам покажу что должно быть или что надо убер драйверу ему в машине было комфортно легко и удобно так сегодня у нас в этой коробке две коробки дилищ gps навигатор я думаю это уже у всех есть такого не было только у меня наверно и вот такая вот модная подставка для телефона так подставка для телефона у нас беспроводная зарядка в нее короче подставка для телефона с беспроводной зарядкой вот так вот будет правильно сказать драма ну начнем с нее она меньше будем ее распаковывать значит все это куплено на amazon куплено за сущие можно сказать копейки чуть-чуть может быть дороже чем на алиэкспрессе потому что конечно на алиэкспрессе всегда это все дешевле но amazon отличается от алиэкспресса тем что он дает гарантию в данных гаджетах это очень немаловажно причем если скажем так вот для этой зарядки это ну так себе если она перестанет заряжать но и флаг и в руки пускай не заряжает будет просто подставка вот то для навигатора конечно гарантия важно поэтому я это заказал на амазоне как бы жил я без этих игрушек достаточно долго и думал надо не надо надо не надо но решил что пускай будет пускай будет для чего для того что когда я работаю на убери телефон постоянно практически стоит на зарядке потому что все время работает несколько приложений приложение которое контролирует мили я вам про него уже рассказывал для того чтобы правильно подавать их на налоги для расчета налогов хоть и убер это тоже сам делает но то приложение немаловажно и она считает немножко больше в нашу сторону вот потом приложение работает непосредственно убера потом работает непосредственно google мы постоянно потому что ну как без него ну и опять же идут разговоры с пассажирами идет sms сообщение идет звонки домой идут поэтому телефон работает с нормальной такой нагрузочки и поэтому ему надо зарядка вот поэтому удобно иметь вот такую вот зарядочку чтобы не тыкать в него проводом постоянно поставил и он заряжается ну а навигация зачем нужно за тем что если у вас навигация не встроена в машину но у вас есть телефон то у вас все в шоколаде но бывают такие места не знаю как там где кто живет но у нас когда заезжаешь куда-нибудь в горы в голливуде там или еще где-нибудь в лос-анджелесе или в санта-монике или вот например прямо в палос вердос у нас тут рядышком можно заехать в горы и потерять связь полностью и потерять карту и потерять все поэтому для этого надо вот такая вот игрушка погремушка ну и давайте посмотрим тогда что это такое что почем какой хотите с мячом ссылки на это я никакие подавать не буду потому что ну если кому-то надо спросите а если не надо то я говорю в принципе на алиэкспрессе это можно купить за недорого и при желании все это тоже на амазоне можно найти написав только название так что нас встречает в коробке с нашей подставки встречает нас вот такая вот маленькая инструкция на английском и на китайском языке упс так и и мы потом посмотрим значит здесь по моему должно быть две два крепления одно крепление для того чтобы вешать блин какой она жесткая а для того чтобы вешать на вот это вот ой на воздуховод там где у нас обдув или у вас или у нас ворочи так короче там взявных она очень жесткая она офигенно жесткая но я туда вешать не люблю мне надо другое место поэтому мне она не понадобится ее могу кому нибудь подарить вторая подставка для того чтобы закрепить вот на этом 3м скотча на панель вот скорее всего я буду пользоваться либо этой либо я воспользуюсь той подставкой которая с точно таким же шариком у меня только просто одену вместо своей старой подставки вот эту новую ну блин тут конечно гаджет мама не горюй мне очень нравится что она вот такая вот блестящая глянцевая я не знаю как быстро она зацарапается пленочки я никакой здесь не вижу вот может она здесь и не надо конечно мы все равно с ними но она очень классно выглядит это бы она значит по стандарту q3 работает быстрая зарядка но для того чтобы она работала по стандарту q3 для нее понадобится мощное зарядное устройство либо переходник на прикуриватель потому что просто от прикуривателя она не будет давать быструю зарядку она будет давать обычную зарядку провод кстати очень классный он мягкий мне это нравится его можно будет куда угодно засунуть и спрятать или в шовчик так между пластиком ставить чтобы было хорошо и красиво чтобы он не болтался значит на этом конце мы имеем тайп си это тоже удобно и здесь мы имеем обычный юсб так провод класс мягкий мне нравится длина блин но длина меньше метра наверное так ну и сама подставка сейчас мы ее кстати включим единственное что мне конечно и нравится и не нравится это вот это вот такая были но я не знаю стеклянная панель что ли она такая я не думаю что это стекло если это стекло это класс она конечно не будет царапаться но если это какой-то но это не может быть стекло было бы дорого для стекла но если она будет царапаться это будет вообще некрасиво вот а если не будет то будет класс так Ну и давайте, короче, посмотрим, наверное, как это работает, если получится. Сейчас ее к тому же, к тому же, это было в другом влоге. Я ее подключу. Почему наш Type-C не хочет лезть в нее? Такой хороший, что не лезет. Должен лезть любой стороной? А, нет. Нет, ну Type-C должен работать любой стороной. Ну, конечно, он работает. Просто он такой новый, что даже... Опа. Так, вставили. И сейчас возьмем Powerbank. У нас есть Powerbank. Соединим с Powerbank. И посмотрим, как она работает. Она же должна сама открываться. Это же умная подставка, вообще нормальная. Опа. Загорелась вот таким вот красненьким. Это хорошо, это хорошо. И сейчас... Происходит вот такая магия. Не знаю, почему не опускается вот эта вот. Она, наверное, не должна опускаться, да? Ну, это классно. Она так ручки разводит и сводит. Антошка, зайка. Дай мне, пожалуйста, свой телефон. Я тебе покажу магию. И заодно покажем нашим зрителям. Дай. Было бы, конечно, еще хорошо, если бы она вот здесь вот показывала какие-нибудь эти полосочки бегали. Тоже было бы красиво. Вставляй телефон. Давай я. Бери, достой. Входит и выходит. Здорово выходит. Нет. Там датчик, видишь? То есть, если просто сверху телефон поднести, то она, конечно, не понимает. Чтобы достать, надо достаточно чуть-чуть потянуть. Вот здесь вот есть датчик. Обычный фотоэлемент. И, то есть, мы подносим телефон. Она открывается. Мы ложим. Она закрывается. Ну, сейчас мы его попробуем обронить. На руку на стол я, наверное, ронять, Антош, на телефон не буду. Ну, в машине она-то так стоять не будет. Поэтому я надеюсь, что она будет его удерживать. Эй, подожди. Так. Ну, в общем, вес она телефона вниз не выдержала. Но, тем не менее... Подожди ты, открывай. Чего ты гоняешься туда-сюда? Если вот так вот трясти, то телефон стоит достаточно жестко. Сейчас, кстати, появился там какой-то синий свет. Видимо... А, ну понятно, пошла зарядка. Что я говорю? Видимо. Нет, зарядка не пошла. А, конечно, она не пошла. Потому что этот же телефон, блин, 6S Plus. Он не может заряжаться. А на свой я пишу. Ну, в общем, будем тестировать в машине. И расскажу вам, как идет заряд. Конечно, для нее у меня есть специальный, как я вам сказал уже, специальный переходник, который будет давать быструю зарядку. И это будет классно. Вот. А пока я не езжу, я ее вообще поставлю на столе. И она будет стоять на столе и заряжать телефон. Вот такая тема. В общем, с этой зарядкой разобрались. Прикольная. Мне понравилась. Мне очень нравится вот этот вот глянец стеклянный. Будем надеяться, что он не будет царапаться. Но, с другой стороны, чего ему царапаться? Телефон аккуратно поднес, поставил. И, в принципе, телефон-то не должен ее царапать. Телефон, обратная сторона у меня стеклянная. Он без всяких этих наклеек там магнитных, которые так чик-клеятся. То есть, царапаться не должно. Все. Гаджет уходит в сторону. Надеюсь, все с ним будет четко. Проверю и сниму работу, наверное, на столе. На своем телефоне. Так. И сейчас у нас еще вот эта вот игрушка-погремушка. Давайте смотреть, что здесь за навигация у нас такая модная. Так. Открываем. Все у нас так вот красиво. Очень позаботились об экранчике. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть крепление. Панель на стекло на куда угодно. Достанем из пакетика. Так. Такой поворотный механизм. Очень удобный. Но мне, наверное, он тоже не понадобится. Почему? Сейчас объясню. Потому что она у меня, скорее всего, будет стоять на подставке, которая вставляется в щель сидюшника. Диски я не слушаю. Вот. А хочу, чтобы она была поближе к руке. А загромождать на стекле, вешать, я не хочу, чтобы она закрывала обзор. Возможно, она будет, опять же, стоять около над этим же сидюшником, только там, где у меня есть монитор. Кто видел видеоработу в Uber, представляет, как у меня в машине мониторы есть штатные. Вот, возможно, где-то там будет стоять. Присоска такая сильная, даже вот к деревянному столу присосалась. Поэтому, я думаю, будет держаться классно. это не важно. Важно, что есть само крепление, есть сам монитор. Сейчас посмотрим, что у нас здесь еще интересное. Так, ну, это, собственно, зарядка с microUSB. Блин, ну, это, конечно, вообще древняя зарядка. Почему micro, а не mini, не знаю. А вообще, все любят Type-C. Так, это еще одно крепление. Это козырек. Не буду, хотя что-нибудь доставать, все равно доставать. Козырек, который одевается на экран, чтобы солнышко не отсвечивало. Эта вещь вообще, в принципе, тоже нужная. Так, это еще. Какие-то крепления, не знаю, для чего они. Посмотрим. Так, еще один шнурочек microUSB и вот такое вот user-мануал. Так, ну, тут на русском языке, конечно, ничего не было. будет, но оно-то нам и не надо. Я думаю, что там, в принципе, все понятно будет. Так, хватает много всяких картинок. Ну, мне кажется, они все стандартные, более-менее, делают все одну и ту же работу. Так, в таком модном матовом. Ой, красота! Прям приятно в руках держать. Он такой увесистый мониторчик. ко мне как-то попадала такая игрушка в руки. Она была попроще. Вообще, она была намного проще. Пластик был совсем не такого качества. Он был, ну, в общем, а то и что рассказывать. И намного легче. Не знаю, хорошо это или плохо, что она такая тяжеленькая кнопочка включения-выключения. Ну, он такой увесистый мониторчик. Сзади у него есть динамик. Сзади у нас есть USB. Есть кнопочка AV-IN. Есть слотик под карточку. И есть дырочка под наушники. Так, давайте попробуем включить вот этим вот кабельком через мой опять же этот самый Powerbank, который нифига не заряжен. И посмотрим насколько яркий экран, насколько это все красиво внутри, снаружи очень красиво. Пленочка на экране есть, но я ее сейчас снимать не буду, потому что это же святое. Она должна побыть в пленочке. Так, опа. Загорелась красная лампочка, загорелась тут приветственное название фирмы очень интересное. LTT RBX X. Прикольно. Ну что, экран достаточно яркий. Я вот смотрю на него под углом и я все вижу. То есть прикольный экран. Сейчас интересно какая у него будет чувствительность. Показывает, что заряда наверное совсем нет, потому что полностью идет зарядка батареи. Так, ну давайте что-нибудь включим. А, что у нас здесь есть? дата-время, FM-приемник, фотографии, смотреть, тулсы, это и сеттинг, чтобы устанавливать все с непосредственно навигацией. Что такое РМ? Не знаю. игры, муви, мюзик и мультимедиа. Навороченная игра. Ой, как щелкает модненько. Вот так вот включается у нас собственно навигация. Сейчас, наверное, какие-то спутники должны загрузиться и показать карту должна она. Ну и что? И как бы destination. Давай напишем какой-нибудь destination. в виде так, это маленькая инструкция. Нам не надо. Давай напишем. Ой, не то нажал. Пробел. Поедем в Лос-Анджелес сейчас. Позже потерялся. Лос-Анджелес почему-то не подсказывает. Видит Калгари в Канаде. Зачем нам это? Нам Канада не надо. нет. Я ченч нажал. Неправильно. Еще раз. Ну, и что? И она не видит Лос-Анджелес? Красота. О, наконец-то увидел Лос-Анджелес, в Калифорнии. Ну, давай. Это очень хорошо. Так давай нам дорогу или как? Желтенько нажать? Нет. Что ты хочешь, чтобы я тебя нажал? Научите меня пользоваться результатов. 25. Ну, дай мне результаты. Вау. Допустим. Ищет какую-то первую стрит в Лос-Анджелесе. Я не вижу пока у нее спутников. Как-то очень это все долго происходит. Может, ей надо поближе к окну попасть? А может быть, я должен сначала был сеттинг и установить там что-нибудь? Так, ну, что ты мне нашла? Что-нибудь или нет? Давай залог устроить. О! Ты смотри, карта появилась. Ну, судя по тому, что я вижу на карте, она вот сейчас крутит своим этим индикатором, показывает, куда бы мы собрались ехать. Если мы нажмем Go, подожди GPS-сигнал. Ну, конечно, я-то сколько его буду ждать? До завтра, что ли? Почему мы не видим спутники, где она показывает? Сколько у нас каких мы видим спутников? Это она уже показывает. Ничего она не показывает, она показывает нам об этом месте. Ну, так поехали, опять предлагает подождать сигнала. сигнала мы дождаться так не можем. Нам очень долго, что ли, ждать его? Пам-парам-парам-парам-парам. Очень долго не может найти сигнал, но может ей надо как-то подгрузиться первый раз? Подольше, я не знаю. Но это достаточно долго. А если мы нажмем сюда? Ничего. Ё-п-йо. Она переставляет, но не растягивается информация. Но информация об этом месте, это понятно. мне хотелось бы все-таки чтобы уже нашелся сигнал. Сигнал он не находит. Хорошо, давайте мы тогда выйдем и пойдем в настройки. В настройки нам не надо, нам надо это нам тоже не надо. Где у нас иконка, которая отвечает за спутники? Конечно, не это дорога, это нам не интересно. Так, ну вот возможно уже появился сигнал, потому что уже на карте что-то прорисовалось. попробуем удалить. Не надо нам удалить. Нет. Нет, не удалить. Поехали. Снова. Пам-пара-пам-пам-пам. Почему она хочет мне предлагать удалить? Ну давай зададим. Зададим новый. Зададим новый карте. окей. Так. Наверное, нашлись спутники строиться дорогой. Заработала, ей просто надо было найти спутники. Все показывает ехать 21 милю, ехать 27 минут. Все красиво. Это мы здесь находимся. спутники. Сколько спутников работает. Прибытие в 903. Ну конечно, если мы поедем, но мы же не едем. Но это прикольно. Можно всякие опции выбирать. выбирать. Можно сделать карту меньше, можно сделать карту больше. Это хорошо. Это дорога. показывает сколько мы потратим топлива. Потерялся сигнал. там и мир. Ну в общем игрушка работает. Будем тестить в машине. Мне нравится яркость экрана. То, что он абсолютно читается под любым углом. мне нравится то, что очень чувствительный. Никаких нету проблем с этим. Вот. Прикольно. Работает. Ну вот такие вот игрушки сегодня я вам хотел показать. Первая это игрушка без которой можно обойтись, потому что есть конечно всегда гнездо для зарядки и оригинальный провод. Но вот с этой игрушкой все-таки будет веселее, потому что были у меня такие случаи, когда я заезжал в горы и терялся сигнал, подъезжаешь к развилке и начинаешь гадать, куда тебе ехать, направо или налево. А с этим гаджетом будет повеселее. Так что вот такие дела. Вам спасибо, что вы посмотрели на мои прибамбасы. Заходите на наш канал, подписывайтесь, будет много интересных распаковок и вообще видео про жизнь. Вы были на канале Наша жизнь в Америке Нелайф и Смайлайф. Поставьте лайк или дизлайк, как вам понравилось это видео. Не забудьте обязательно подписаться в любом случае и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. И до встречи в интернете. Бай-бай, пока-пока. Смайлайф.